Всем привет! Сегодня я хочу вам показать достаточно креативную стрижку для молодой девушки. Многие называют эту стрижку пикси, но пикси у нас вообще-то основывается на другой стрижке. Начало положено было гарсоном, то есть у пикси, как правило, должен быть удлиненный затылок, открытые ушки. Но так как эта стрижка достаточно рваная, тоже достаточно легкая, объемная, креативная, в общем, поэтому ее приравнивают к пикси. Мы с вами выделили зоны над височной впадиной, то есть сделали проборчик слева и справа и создали как бы конус. Сейчас нижнюю зону, то есть височную и затылочную, нижнюю затылочную зону мы с вами простригаем совсем коротко. Но я убираю здесь, так как волосы у меня мокрые, машинка берет плохо на мокрые волосы. Я убираю сейчас лишнюю длину, которая мне не нужна, с помощью ножниц и расчески, как видите. Если вы хотите, вы можете подсушить волосы и просто использовать расческу. Так как у меня девушка, я в ноль ей не выстригаю, где-то длину оставляю миллиметров пять. Ну, считайте, обушок у нас идет три миллиметра, плюс ножницы, толщина полотна где-то два миллиметра. В среднем получается миллиметров пять. Потом мы с вами будем дочищать машинкой, все это я вам покажу. Создаете с помощью расчески сразу на затылке треугольничек, то есть как бы конус. У нас с вами будет верхняя часть длинная в стрижке, и поэтому она должна плавно переходить. Поэтому не зарежьте, а расчесочкой уже начинайте создавать, ну, с помощью, конечно же, и ножниц, сразу же создавать на затылке треугольник. Так, девушка пришла ко мне с достаточно короткой стрижкой и захотела, конечно же, еще покреативить, поменяться. Вы оговариваете с клиенткой, что ее в предыдущей стрижке раздражало, что не нравилось, с какими, скажем так, зонами она больше мучилась. Ну, вот здесь я выяснила, что ее очень раздражает затылок, и я поняла, что его надо убирать совсем, потому что был он достаточно короткий. Чтобы вам не мешали стричь волосы, вы верхнюю зону подкалываете зажимами. Ну, сейчас есть много всяких приспособлений и липучки, то есть вы пользуетесь тем, ну, что вам нравится. Старайтесь не делать своей клиентке окантовку, все-таки это девушка. Как вы видите, я работаю окантовочной машинкой, но подчищаю я только пушок ей, то есть по шейке счищаю длинные волосики, они прозрачные, пушковые. Все остальное я делаю через расческу, то есть я сохраняю длину, плавно вывожу ее к нулю. Не делаю никаких четких линий, таких контуров, как при мужских стрижках. Все-таки это у нас девушка, и линии должны быть достаточно мягкие. Не забывайте обязательно сохранить треугольник на затылке. И видите, я расческу специально держу, специально наклоняю так, чтобы у меня осталась длина на средней верхней затылочной зоне. Но так как мы сейчас стрижем, видите, среднюю, я говорю про начало треугольника. Вот начинается он именно здесь, на средней затылочной зоне. Если вам удобно, вы можете взять сразу машинку с насадкой 5 мм. Но внизу доделайте трехмиллиметровый, не короче. За ушками все начисто подчищаем. Но не забывайте, височек не делаем, как у мужчин, не делаем четкую линию. Без окантовки. Ну, я творческий человек, и поэтому, когда я стригу, почему я вот начала еще с расчесочки, потом машиночкой. То есть, пока я стригу, я дальше думаю, что бы я хотела своей девушке сделать. Я смотрю через зеркало на нее, смотрю, как она бровями играет, как она смотрит. То есть, это все влияет на нашу стрижку. Буду ли я ей делать, думаю, длинную челку, либо я буду ей короткую. То есть, я потихонечку, когда стригу, думаю о дальнейшей стрижке и представляю в голове уже, какая она будет. Закончив тушевку, мы с вами переходим уже к основной стрижке. Здесь линия у меня произвольная идет. Я хочу создать все-таки треугольник на затылке, такой конусообразную стрижку. Хочу открыть ушки, потому что у девушки ушки красивые. Если у вашей девушки, которая тоже захочет такую же короткую стрижку, ушки немного подтарчивают, вы не открывайте полностью ушки, а как бы, может быть, мочка прикройте на одну третью, а то, может, и наполовину. Но наполовину это, соответственно, должна быть тогда и удлиненная челка. Поэтому смотрите уже по форме лица, на какую длину вы оставите ей стрижку. Ну, видите, у моей девушки все в порядке с ушками, а у меня красотка. Поэтому я открываю полностью ушки и создаю, видите, треугольник на затылке. То есть, это произвольно, это фантазийная, креативная стрижка. Поэтому вы можете сделать ровный затылок, если хотите. Можете повторить тот, который я делаю. Смотрите по росту волос, как растут волосы у вашей девушки. Если вы будете оставлять своей девушке косую челку или длинную челку, она будет носить на бок, вы можете фантазийно сделать ей асимметричный затылок. То есть, вы можете треугольник пустить либо на левую сторону, либо на правую сторону, на затылке именно, не перепутайте. Вы просто смотрите по росту волос, как они ложатся, от этого и пляшите. И помимо этого, каждую линию, которую вы делаете, вы не забывайте проверять. Вот у меня так, как симметричная стрижка, обязательно я проверяю каждый шаг, лево-право. Значит, начнем с того, что я забыла вам рассказать. Как видите, первая линия у меня была не ноль оттяжка, а сразу 15 градусов. Потому что это другая стрижка, она все-таки немного имеет градуировку. Это не массивная каре. Это стрижка креативная, достаточно легкая, рваная. И мне поэтому не нужны тяжелые срезы. Поэтому начинаете, подставляете пальчик под линию среза на первой линии. Это у вас будет уже 15 градусов. И когда вы будете простригать последнюю прядь, у вас уже будет 30 градусов, где-то 2 пальчика. Потихонечку поднимаете, для того, чтобы нижняя линия была не тяжелой. Мы, конечно же, ее будем дальше облегчать методом point cut. Но, чтобы она уже имела легкую градуировку, делайте движение в стрижке сразу, при мокром варианте. Потом, конечно же, на сухую мы с вами все порвем, доработаем. Простригли одну сторону. Переходим с вами на противоположную сторону. И там же все повторяем. И в конце, опять же, делаем проверку. Перечесываем волосы налево, проверяем нижнюю линию, перечесываем волосы направо. Через глубокий пробор проверяем, опять же, нижнюю линию, чтобы никакие волосы у нас с вами не вылезли, чтобы все было ровненько. Ну вот, посмотрите, какой уже красивый затыкалок даже в мокром виде получился. Теперь мы с вами переходим к лицу. Я посмотрела и поговорила со своей моделью. Конечно же, длинную челку она не захотела. Поэтому челку вы ей делаете ту, которая ей идет по длине. То есть смотрите обязательно на черты ее лица. Некоторым идут короткие стрижки, некоторым удлиненные, некоторым средние. У моей девушки сильно короткая челка не идет. Ей идет либо вообще без челки, либо челка средняя. С длинной она мучается, она у нее плохо лежит. Поэтому мы выбрали такой вот вариант. Средняя челка. Соответственно, я ввожу челку в стрижку, простригаю всю зону челочную вперед. Видите, я все волосы с теменной зоны причесываю вперед. И насколько у меня дотягивается, я простригаю в челку. То есть в стрижку ввожу. Также, как вы видели, у меня натяжение было не ноль, а также от 15 градусов до 30. Затем вы переходите на теменную зону, то есть на топ-зону. Выделяете прядь на наивысшей точке головы. Делаете контрольную. И к ней уже радиальными проборами все подтягиваете. После этого, вот сейчас я показываю, я соединяю, как бы там есть треугольник получается, так как мы простригли вверх, простригли низ. Получается треугольник. Натяжение у нас с вами идет 90 к голове, и этот треугольник вы смягчаете. После этого, когда мы простригли с вами уже верхнюю затылочную зону, мы переходим на теменную зону к лицу. У нас опять же здесь с вами две контрольные пряди. Одна на наивысшей точке головы, а вторая на челке. И вот эти две линии вы теперь соединяете. Контрольная прядь у нас по центру теменной зоны. Все к контрольной пряди слева, все к контрольной пряди справа вы причесываете. То есть контрольная прядь у вас неподвижная по центру теменной зоны. Стрижем, как вы видите, мы уже вертикальными проборами, не горизонтальными. Простригаете, подтягиваете всю зону к центру, всю теменную зону. После этого у нас идет с вами проверка. Линия должна получиться ровная, потому что у нас зона небольшая. Вообще, если волосы были бы длинные, у нас бы была подкова. Но так как волосы короткие, подковы здесь нет. Практически прямая линия получается. Вы простригаете, убираете, смягчаете все углы, так же, как вы делали на верхней затылочной зоне. После этого мы с вами берем фен и подсушиваем. У моей девушки волосы немного подвиваются, то есть ложатся неровно. Поэтому я беру расческу для того, чтобы мне вытянуть кончик для дальнейшей стрижки. Кстати, многие из вас просили показать каскадную стрижку на короткие волосы. Как видите, я здесь использовала каскад, то есть метод каскадной стрижки, но на короткую длину. Пользуйтесь этим тоже. Значит, брашинг при укладке, при сушке я использую диаметр 34. Но, опять же, это все чисто индивидуально. Если у вас длина короче, то 34 будет просто много. Используйте тот диаметр, который вам подходит под длину вашей стрижки. Эти стрижки не любят гладкости. Это креативные стрижки. Поэтому, чем больше бардака, чем больше беспорядка, тем лучше. Как правило, они и не укладываются. То есть, достаточно будет посушить вниз головой, там или как клиент дома привык. И все, этого будет достаточно. Можно использовать укладочный гель для того, чтобы чуть-чуть сделать текстуру, да, либо крем какой-нибудь. Все зависит от того, хочет ли сильно фиксацию человек, либо нет. После этого, естественно, мы с вами дорабатываем стрижку на сухую. Как я вам уже и рассказывала раньше, я люблю дорабатывать на сухую. Почему я это делаю? Потому что только в сухом виде вы видите, какой рост волос, куда волос ложится, где надо приподнять, где надо, наоборот, опустить, убрать объем. Только на сухую видно, потому что на мокрые волосы, волосы пластилиновые. Куда вы его не положите, он везде чудесно лежит. Только сухие волосы можно доработать, и они будут тогда уже лежать идеально. Метод Point Cut. Сейчас, вот видите, я на пальчиках облегчаю, но потом будет метод Point Cut на расческе. То есть, метод Point Cut можно и так, и так использовать. У челки я использую слайсинг для того, чтобы сделать мягкие треугольнички. Вот видите, уже получается достаточно интересный вариант. Смотрите обязательно на свою клиентку через зеркало. Вот на расческе метод Point Cut. Обязательно держите перпендикулярно пряди. Если вы держите в руке перпендикулярно пряди, не меняется техника, есть техника. Если вы немного сдвинете под углом, вы отрежете длину. Нам длину отрезать не надо. Нам надо облегчить волосы. То есть, сделать легкими, рваными. Прорабатывайте все волосы, все зоны. Смотрите через зеркало, трогайте руками, для того, чтобы вы поняли, где еще убрать объем. Обязательно руки засовывайте в волосы клиента, слева-справа. И смотрите по ощущениям. Тактильные ощущения тоже очень хороши. И не забывайте, конечно же, внешне смотреть, потому что волосы никогда не растут одинаково. Обязательно смотрите и через зеркало, и визуально сами смотрите, как это выглядит. Прорабатывайте также нижнюю окантовочную линию хорошо. Именно окантовку, которая в стрижке, то есть на длинные волосы. Окантовки внизу на шее у нас нет, как вы помните. Вот такая чудесная она у меня получилась. Всем я вам желаю удачи. Ручку поставлю. Приходите ко мне на курсы. Обучу. Вопросы задавайте, пишите. Хорошего вам дня. Главное забыла. Обязательно сдуйте все волосы с лица клиента. Ну и желательно с волос, потому что у нас укладка уже есть. Помыть нам второй раз не придется. Всем пока. Люблю вас. Продолжение следует.